Соправдой, 80-е вертаются. У столицы прошел фестиваль старых магнитол. Удельники споборничали в номинациях на самую гучную, прыгожую и маленькую приладу. Показаны был и Триссямёрки, ведомые в народе, як Триссякеры. Паностальгировать по винтажным минулым удалось и нашим корреспондентам. У Анатолия магнитофон заявился три месяца тому. И он набыл его у московского коллекционера. У делу фестивали прямой первый раз и спозаец стать переможцем у номинации «Лепший гукс-кассеты». Чтобы отримать бездакорное гучане, раритету потребен особливый догляд. Как и за любым японским магнитофоном, пока они работают, ухаживать нетрудно. Но как только начинается какая-то проблема с какой-нибудь функцией переключения, вот здесь уже трудно, конечно, его начинать разбирать, что-то протирать, что-то это самое. Хотя все ребята это делают, ну как, порядки вещей. Алюминиевый японец небыто от самого Юры Гагарина, один у Беларуси бомбокс 3.9.0 и магнитола Лянида Брежнева. Коллекция редких экземпляров, проставленных на фестивале, позаизросит любой прихильник ретро. «Наш фестиваль уже существует три года подряд. Как ни странно, мы впереди планеты всей его, то есть на территории СНГ проводится такой фестиваль. Только в Беларуси, поэтому к нам приезжают гости с Украины, приезжают гости с России. Ждем гостей также из других стран. Мы выискиваем такие магнитолы, приходится ремонтировать, приходится менять какие-то элементы, что-то приходится красить, делать». Ранее такой магнитофон являлся своясабливым свечением материального достатку. Его можно было попросту обменять на «Жигулі шостой модели». Сегодня каштонность ретроэкспоната не такая, але все ж таки часом под их музыку молодец танцует брейкданс и житает битбокс. «Я впервые на фестивале, и мне очень понравился магнитофон, который находится там в воде. На улице есть какие-то очень редкие экспонаты, и вот именно из Японии, которые были популярны лет 30-40 назад. Вот они тоже очень интересные». Термин службы винтажных бомбоксов скончился больше за 20 годов тому. Аля малькожная магнитолог учить не горж сущасного музычного центра. «Як стверждаются ладальники, вот такий диадок может дать фору сущасной магнитоле, а не которая из них будет звучать в несколько разов лучше. До ретроэкспоната можно сегодня навод подключить мобильный телефон айбо айпо, зробивши тем самым свою особливую док-станцию». В 80-е такие магнитофоны были только «Марой». Сегодня так само многие модели «Мара Аматров Доніны». Это как же ипотифоны. В праздник который час магнитолы кончатково набудут статус раритета, святки минулой эпохи. Александр Полюхович и Ригор Криштофович, агентство «Теленовин». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова